всем привет покажу расскажу на всякий случай как разобрать панель приборов снять спидометр силу щитка но это щита приборов с восьмерки с девятки может кому пригодится просто мне надо разобрать вытащить спидометр но заодно решил видео записать значит как он разбирается как снимать с автомобиля то смотрите прошлое видео там ссылка будет в аннотации на экране в описании сначала разбираем снимаем на что четыре болта маленьких шурупика раз два три четыре их откручиваем снимаем стекло защитное шурупики маленькие такие крошечные манюни видно не видно в общем чтоб не потерять складываем их в сторону обычно маленькая плоскоотвертка откручиваем все шурупы все шайбочки еще тоже не потерять так стекло сняли теперь его надо отсоединить она здесь тут что-то вроде поролона чтобы не пропад проникала пыль поднимаем если она прилипла сильно не давите с одной стороны то есть постепенно нужно отделять со всех сторон чтоб стекло не лопнуло вот у меня уже здесь вот видно есть трещина так вот такое стекло оно снято стекло изогнуто не давало бликов поэтому с ним обращаться надо аккуратно так кладу сторону теперь вызвать спидометр надо снять вот эту планочку декоративно у меня здесь уже ты я уже мастырил подкладывал такие вот квадратики потому что там два пазика таких и шурупа полностью проваливали шляпка шурупа проваливается в эти пазики их можно полностью не откручиваем здесь рамку на себя потянули и сдвинули в сторону вот она снимается вот эти два пазика вот эти два шурупика приборы остаются все приборы мы не трогаем вакууметр эконометр указатель уровня топлива зарядка и тогда еще теперь можно вынимать спидометр делается с обратной стороны с тыльной значит вот тросик сброса суточного пробега чтобы он не мешал можно разогнуть эту ступорную проволочку его отсоединить сюда можно оставить если вдруг она сломается можно вставить что угодно так попробую показать что виднее было она просто загнута с двух сторон сейчас я ее разогну чтобы ее достать вот она проволочка вынулась и вот он снимается все тросик снят вот он тросик откладываем вернее даже не тросик гибкий вал будет правильно сказать но он вставляется там видно на валу маленькая отверстие туда вставляется это стопорная полка ну и все теперь можно отключить вот эти два болта которые держат непосредственно сам спидометр в корпусе щитка приборов значит здесь он крепится через резиновой прокладки поэтому здесь она не должна быть сильно затянута ну мало ли просто на будущее если будете собирать от сильно тянуть не надо не раздавить эти резиновые прокладки чтобы не разлезли и не раздавить корпус поэтому больших усилий здесь прикладывать не надо вот он уже шевелится все упал упал вывалился конечно плохо ну там сам спидометр так болты остались вот они на резинках вот их видно вот они торчат вот вот щиток прибора уже без без спидометра и вот вовнутрь вложена еще такая вот тоже резиновая прокладка так она стоит там даже видно от початок ну вот сам спидометр то есть стрелка сюда входит трос так сейчас на эту спичку попробуем показать как он мотает так но для наглядности вот смотри так сейчас какую сторону не в ту сейчас сделаем что покажу как работает ну что вы видите показания есть скорость есть так ну все спидометр снят собирается все обратно последовательности подписывайтесь так сейчас будем собирать обратно спидометр ставить в панель приборов так сначала ставим резинку вот под печатком стояло вот так вставляем спидометр на место и если крутится значит отделась резинка сильно здесь затягивать надо до появления усилий чуть-чуть то есть слегка прижать резинку все болты затянули все спидометр на месте если за него он чуть-чуть шевелится на резинке сильно болты затягивать не надо так ну все он теперь можно оставить эту декоративную планку сначала завести ее под болты теперь посадить штырем на свое место все она села все приборы выглядят в первоначальном виде теперь можно потянуть шурупчике не сильно не раздавить пластмассом держится держится ну все так это работает это работает можно ставить стекло все так лишняя какая-то пыль не можно убрать вот наше стекло не первой свежести другого нет так все ставим на место мы ставим по краям наши четыре самореза которая стекло держит сначала наживляем все чтобы стекло усилось по своему месту уже потом будем окончательно затягивать подтягиваем постепенно равномерно без особого рвения без усилия чтобы стекло просто держалась на шуму не раздавить лучше всего маленькую отвертку брать с маленькой ручкой с которой нельзя развить большого усилия чтобы не раздавить не испортить стекло так все прижато еще здесь прижилось прижилось здесь чуть-чуть потянуть хватит все фидометр собран панель приборов собрала стоп забыл тросик вставляем 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 шплинтик вставляем и загибаем его как-нибудь чтобы он сам не выскочил ну как-то так проверяем противо все теперь он точно чтобы можно оставить обратно на автомобиль ну все так собирается по на прибору если видео было полезно ставьте лайк может кому-то надо видео подобное кто не знает как это делать покажите видео друзьям пусть посмотрят кому интересно не подписывайтесь на канал спасибо за внимание до новых встреч пока пока